Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, как культура и история Индии влияет на современный мир. У нас в гостях доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института Востоковедения РАН Евгения Ванина. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, когда мы говорим «культура Индии», у каждого из нас наверняка рисуется какой-то образ в голове. Причем, я уверен, у всех разный. Вот, но если в целом попытаться в этом разобраться сегодня, культура Индии, она какая? Поэтому в Индии огромное количество культур. Конечно, государство стремится сформировать некий единый набор ценностей и так далее. Но это естественно, чтобы сохранить единство страны. А в целом в Индии очень много культур. И каждый раз, когда вы приезжаете в новую местность, общаетесь с новыми людьми, вы ощущаете себя в другой культуре. В Индии возникла знаменитая цивилизация долины Инда. Как все цивилизации древности, это культура больших рек. Вот да, мы знаем. Тигры Ефрата, Йензы Хуанхэ, Нила и вот Инда, долины Инда. Но дело в том, что ее культура, этой цивилизации, великолепный, с потрясающими городами, построенными по плану. Она не оставила, не захотела нам ничего о себе рассказать в письменном виде. Вот уже больше ста лет ученые бьются с надписями и не могут их расшифровать. Материальных находок очень много. И мы видим, что это была высочайшая цивилизация. Мы видим и гавань для кораблей. Мы знаем, что они торговали и с Египтом, и с Вавилоном. Мы знаем, что было очень много ремесел, искусств и так далее. Что это было? Было ли это единая империя, или это были города, государства, типа полисов, или это была какая-то теократия. Мы этого не знаем. Мы не знаем, во что верили эти люди, хотя у нас есть изображение каких-то божеств. Вот одно из них, например, напоминает очень популярного в индуизме теперь бога Шиву. Его так и называют прото-Шива. Видимо, был культ богини-матери, потому что очень много фигурок, таких вот подчеркнуто женских, иногда даже беременных. Это свойственно всем земледелительским народам, почитать мать-землю как мать. Много чего было, но очень много мы не знаем. Потом мы знаем о древних государствах, империях, маурьев, гуптов. Это уже, так сказать, позднее древнее, раннее средневековье, от которых нам досталось уже огромное количество письменных памятников на санскрите и очень красивом языке, в котором есть много слов общих со славянским. Поговорим на санскрите? Давайте, спросите меня что-нибудь. Пожалуйста. Где у человека находится грива? Ну, на затылке, наверное. Правильно, это волосы, вот задняя часть черепа. А скажите, пожалуйста, что случилось с женщиной, если ее называют видва? Видва? Да. Это ведьма, может быть? Вдова. А, вдова. А кем нам приходится братер? Ну, брат. А швастер? Ну, сестра. Сестра. Амата? Ну, здесь я понял. Здесь. И таких слов невероятное количество. Но это же не со славянскими созвучно. Марзе, это и английский, получается. Правильно. Это не славянский. Это прото-индоевропейские языки. Где у человека находится такой орган, как... Да, кстати, кем женщине приходится девер? Деверь? Да. Брат мужа. Брат мужа. В этом я и на русском путаюсь. А чем, например... Вот тут похитрее. Что за орган человека акшу? Акшу. Акшу. А ока. Ну, ока глаз, да. Поэтому там слов таких невероятное количество. Сотни корней. Но из него-то вышли все современные индийские языки. А насколько, кстати, разнообразна в плане языков страна? Ой, вы знаете, их больше 290, но государственным языком считается язык хинди плюс английский, как средство общения. Поэтому дети в школах изучают обязательно хинди, обязательно английский и язык штата. Если возвращаться к культуре, то насколько она обособленно развивалась, да? То есть насколько на нее влияли соседи? Никогда. Никогда не развивалась обособленно. Дело в том, что Индия приняла огромное количество волн миграции. Это были персы, еще до мусульманского периода, зороастрийцы. Это были иудеи, которые прекрасно прожили в Индии до конца 16 века, когда туда пришла цивилизованная Европа под португальскими знаменами. Цивилизованная Европа колониальная, да, умеете говорить? Да, конечно. Под португальскими знаменами. А до этого иудеи прекрасно жили, строили синагоги. Им было разрешено там селиться, заниматься торговлей, при одном условии – не резать коров. Но это было не очень тяжелое условие. И они его, конечно, принимали. Вот. Мусульмане. Да много кто пришел. А потом Индия поддерживала торговые, экономические, культурные связи с Китаем, и с Непалом, и с арабскими странами. Кстати, арабы приехали в Индию и стали жить на западном побережье еще до того, как они приняли ислам. Вот еще до пророка Мухаммада. Поэтому Индия никогда не развивалась в изоляции. Этого никогда не было. С 16-18 века начинается интерес к европейской культуре. Например, индийские художники-миниатюристы любили перерисовывать библейские сюжеты с Девой Марией, с Христом, вообще со святыми какими-то. Потому что в Индию завозилось много европейских картин, в том числе на библейские темы. Все слова, имеющие, например, отношение к огнестрельному оружию, пушкам, мушкет, аркебузам, пистолетам и прочее, они все турецкие. Значит, понятно, что нанимали сначала турок-пушкарей, которые обслушивали первые пушки. То есть Индия всегда была связана. Но она умудрялась, заимствовав все у других стран, очень активно, все-таки оставаться самой собой. И даже колониальная ее история не изменила это, да? Нет, конечно, не изменила. Хотя, естественно, колониальный период оказал сильнейшее воздействие. И позитивное, и негативное. С одной стороны, перед интеллигенцией открылись ворота на Запад. Причем было в Индии очень много просветителей, которые переводили европейскую научную литературу на местные языки, публиковали ее. То есть это с одной стороны. А с другой стороны, ну, конечно, колониализм не полезен для культуры, ни для какой. Потому что, во-первых, он настолько презирает местную культуру, а с этой точки зрения у англичан не было равных. Причем, понимаете, произошла такая парадоксальная вещь. Индийские аристократы, интеллигенты ездили учиться в Оксфорд и Кембридж, возвращались с безупречным знанием английского языка. Знали английскую литературу лучше многих английских чиновников. И все равно они оставались ниггерами для англичан. Их могли буквально выставить из вагона, если англичане не хотели с ними вместе ехать. А таких случаев было очень много. Вы понимаете, вы представляете себе, что, например, индийский офицер в армии должен был первым отдавать честь английскому солдату рядовому. В какой армии еще это возможно? Мы знаем прекрасно, что в любой армии младший по званию приветствует старшего по званию. Это нормально и естественно. А в той же армии индийские солдаты и офицеры могли и должны были сражаться и умирать вместе с англичанами. Но ходить обедать в столовую полковую они не могли. Была столовая для белых и для черных. Поэтому чудовищный расизм, презрение, оскорбление. А ведь это на культуру почему плохо действует? Потому что культура становится в оборонительную позицию. То, что культура сама критиковала у себя, становится ей безумно мило, потому что это наше. И под марку нашего она начинает бороться за сохранение самых, может быть, отсталых, примитивных и регрессивных частей своей собственной культуры, с чем они уже боролись. А вот вы сейчас про это рассказываете. Насколько я понимаю, в Индии кастовая система сильная. Да, конечно. А это разве не похожая вещь, когда англичане к индийцам относились как к нижним слоям? У нас очень точное замечание. Англичане вошли в индийское общество как высшая и недосягаемая каста. Понимаете, кастовая система при всей ее, так сказать, сложности была вместе с тем очень гибкой. Например, она не исключала межкастовых браков. То есть могли жениться представители разных каст. Только если они одного статуса и если муж по касте выше жены. Не наоборот. Вот когда наоборот, такой брак назывался против лома, буквально против шерсти. То есть неправильный. А вот оно лома, это значит по шерсти. То есть правильный. Кастовая система была очень гибкой. Мы знаем царей из разных, даже низких каст. Мы знаем ученых из низких каст. То, что угодно. Но если англичанин женился на индийской женщине, даже христианке, его изгоняли с колониальной службы. А я правильно понимаю, что если сочетался браком молодой человек и девушка с высшей и низшей кастой, то он что, подтягивал до своей касты или наоборот опускался вниз? Как это было? Это работало так. У касты есть статус. Вот они могли быть из разных каст, но примерно одного статуса. А что такое статус? Профессия, должность? Нет, это общий набор каких-то таких признаков. Ну, например, молодой человек прилежит к воинской касте. Он, в принципе, мог жениться и даже на дочери торговца. Понятно, да? Или хотя бы на дочери девушки из другой воинской касты, может быть, немного ниже. Все четко знали, кстати, вот касты знали, что мы у этих берем невест, но своих же не... Но наши... Женихи туда не идут. Да, наши девушки туда не идут. Наши невесты туда не идут. Вот это работало. Это работало на уровне местной традиции, обычаи и так далее. Но англичане, придя в Индию, во-первых, они ведь люди очень, так сказать, как вам сказать, ну, любящий порядок. Они начали проводить в стране переписи населения. И очень жестко. Иногда человек не очень даже знал, какой он касты. Тут ему нет, и вот этой касты. Это раз. Они касту зафиксировали на бумаге и сделали ее не... Как бы... Вот она не могла меняться теперь уже, потому что она была на бумаге. Вот, например, армия, да? Вы понимаете, что в условиях большой бедности огромное количество молодых людей стремилось вступить в армию. Но если ты не принадлежишь так называемым воинским кастам, которые англичане сами себе список составили, тебя в армию не возьмут. Или был создан так называемых преступных или криминальных каст. Люди, которые занимались там иногда, ну, воровством, контрабандой, там, тебя могли посадить в тюрьму только за то, что ты член этой касты. Ты ничего не делал. Вот англичане развили эту систему до совершенства. А сами выступали в роли абсолютно недосягаемой касты. Причем неважно, кто был этот англичанин. Но он все равно. Он был белым сахибом, который был выше Гималаев для любого индийца. А сколько этих каст было? Потому что это же не как, например, сословия, которые были у нас. Это совсем другое. Нет. Дело в том, что были и сословия. Они назывались варна. Что в переводе означает цвет. Сословий было всего четыре. Брахманы, то есть как зречество, интеллектуальная часть. Кшатри – это воины. Вайши – торговцы, ремесленники. И шудры – все остальные. Но дело в том, что твоя варновая принадлежность, вот как раз с ней во многом был связан статус касты. Касту можно было не то, что поменять, но поменять ее занятия. Если это делал не один человек, а вся каста. Мы очень много знаем, например, когда земледельческие касты отказывались от работы на земле, начинали владеть оружием и превращались в такие дворянские, аристократические касты. И много было других таких. Система была гибкая. А англичане ее заколотили в гранит, потому что она их вполне устраивала. Очень приятно, даже если ты паршивый клерк, быть большим человеком. А если найти в русском языке какую-то аналогию с слова каста? Не найдете. Не найти. Что объединяет людей в касту? Первое. Легенда об общем предке. Много тысяч лет назад мы вот вышли от такого-то предка. Это может быть бог, герой, какой-нибудь мудрец, кто-нибудь и так далее. Это территориальность. То есть мы с вами живем на этой территории, определенной какой-то, и именно на этой территории работает третий фактор – наш статус. Кто выше нас, а кто ниже нас. Дальше идет кастовая моногамия или гипергамия. Кто на ком может жениться или не может жениться. Значит, это я уже говорила, да, что могут быть из разных каст, но муж должен быть обязательно выше. Вот эти вот… И, конечно, кастовая профессия. Пятый признак – это кастовая профессия. Хотя, я уже тоже сказала, если вся каста… Понимаете, появлялись новые ремесла. Вот где-то на рубеже 13-14 века в Индии появился шелк. Каста ткачей раскололась. Одни продолжали работать с хлопком, другие стали шелкоткачами. А англичане не очень легко встроились в эту систему. Но встроились они в нее как самая высокая каста. Именно благодаря своему цвету кожи. Потому что расизм был важнейшей составляющей колониальной идеологии. А вот если сегодня, то насколько эта кастовая система сохранена, и что появляется каста айтишников, вы говорите про новые профессии. Нет, она, конечно, не может появиться уже как каста айтишников. Но среди айтишников вы найдете людей определенных каст. Сегодня каста живет в нескольких сферах очень активно. Она, конечно, не живет уже, как это когда-то было, что какой-нибудь там человек из неприкасаемой касты оскверняет за 64 шага. Если кто-то… Брахман сидит, кушает, а этот, значит, подошел, то Брахман должен свою еду выбросить, помыться, потому что он оскверняет. Когда-то наш замечательный индолог Иван Павлович Минаев, профессор Петербургского университета, путешествовал по Индии в 70-х, 80-х годах 19 века. И он очень интересовался студенческой жизнью. Он сам был профессором, бывал в общежитии. И он обратил внимание, что в этих общежитиях, ну, все, так сказать, то же самое, но отсутствует один важный момент – столовая. Потому что студенты одной касты нанимали себе повара, и он им готовил. Сейчас, естественно, ничего подобного нет. Столовки, кафешки везде, кончилась пара, все набрали себе разные еды, кто из дома принес, кто тут купил, сидят, едят, друг друга угощают, ничего этого нет. Но каста живет в важнейших сферах. Она, во-первых, живет в политике. Ни одна партия не выдвинет на данном участке кандидата, не рассудив, какой касты он и какой касты здешнее население. Будут они за него голосовать. Он должен быть мил, приятен самой важной, доминирующей, самой богатой и влиятельной касте. Он может быть из нее, из этой же касты, или там другой, но важно, вот этот фактор всегда учитывается. Каста живет в брачных отношениях. Хотя никто не говорит, что вот эти традиции надо соблюдать, но их все соблюдают. А где эта каста закреплена? Вы говорили, когда пришли англичане, они это зафиксировали чуть ли не в документах. Сейчас как это? Понимаете, сейчас вот в документах... В паспорте же нету строки такой? Во-первых, в Индии есть карточка идентификационная, там, конечно, каста не стоит. Но дело в том, что каста, ваша фамилия, полное имя, выдает вас с головой. То есть, если я рыбальчиков, то я, значит, рыбу ловлю, касту... То есть такая история. Да, по крайней мере, ваша каста когда-то этим занималась. Вы можете сейчас быть кем угодно. Страна живет в 21 веке, люди получают образование, и все. Но... И перемещаются очень активно по стране в поисках работы там или чего-то еще. Но каста выдает человека с головой. Тем более, что бывшие неприкасаемые, так называемые долиты, сейчас в Индии используют этот термин, буквально угнетенные, они... У них есть огромное количество льгот, и вот у них как раз есть соответствующий документ. Это самые низкие слои населения. За ними бронируется, кватируется определенная часть в учебных заведениях, они поступают без экзаменов, и при поступлении на работу они тоже имеют преимущество. Так называемая позитивная дискриминация. Чтобы взлететь, нужно упасть, оттолкнуться... Ну, грубо говоря, да, это было введено еще в 70-е годы, после многих скандалов, и сейчас еще с этим очень тяжелая ситуация, потому что такое количество квот, что люди, которые не имели им и несчастье родиться неприкасаемые, у них просто нет шансов поступить на хорошую работу, или там... Ну, представьте себе, что у вас есть айтишная компания, у вас 8 мест, если среди них 5 или 6 кватируются за долитыми, то у всех остальных крайне мало возможностей туда к вам прийти на работу. И это, между прочим, порождает тысячу проблем социальной напряженности и все, что хотите. Потому что человек говорит, а я хочу хорошего доктора, а не такого, который поступил только потому, что он из этих. Тем более, что речь идет об очень больших цифрах, потому что индийцев почти полтора миллиарда, и все, что они делают, всего этого очень много. Вот, кстати говоря, вы затронули про количество их. Я так понимаю, это сейчас самая густонаселенная страна, ну не густонаселенная, а самым большим количеством людей. Да, они с гордостью сказали, ой, мы Китай, а потом стали чесать голову и говорить, да. А почему так произошло? Мы вот вчера реально с сыном это обсуждали, я говорил, что пойду на эфир, будет такая-то тема, говорю, почему их так много стало? В Китае была программа на семье один ребенок, стала сокращаться. Почему в Индии такое количество людей? Эту программу попытались в конце 70-х, начале 80-х годов провести. Партия тогда у власти была, Нидийский национальный конгресс, Индия Ганди была ее лидером и премьер-министром, а ее сын Санджай попытался осуществить эту программу. Ну, на всех дорогах висели такие плакатики, знаете, как детский рисунок, мама, папа, мальчик и девочка, да, девочка с косичками, и подпись «Первый не быстро, второй не сразу, третий никогда». Но дальше эта компания стала приобретать совершенно уродливые черты, потому что обе им говорили или ты теряешь работу, или ты проходишь мужчину в соответствующую операцию. Там было множество злоупотреблений, очень тяжелых, вот, и в конце концов партия Индии Рыганди тогда и в 77-м году потерпела поражение на выборах. С того времени никто в Индии не посмеет проводить эту программу. Даже без каких-то злоупотреблений. Потому что эта партия никогда выборы не выиграет. Люди воспринят вот это как вмешательство в личную жизнь. Кроме того, тут надо еще понимать, что для того, чтобы отец и мать смогли, так сказать, пройти свой путь и обрести новое тело, обязательно нужен сын, который, во-первых, подожжет погребальный костер, а во-вторых, будет совершать поминальные обряды по своим родителям. Поэтому, если много девочек, то будут рожать до тех пор, пока не возникнет необходимость иметь сына. А сожжение ритуальное в стране не запретили? Вот про что вы говорите, нет? Нет. У нас в свое время, когда была убита Индира Ганди, у нас шел прямой репортаж с ее кремацией на нашем советском телевидении. И, конечно, все были в шоке, что сын бросил факел в погребальный костер. Это его долг, потому что душа человеческая бессмертна, а тело это как старая одежда, от которой надо избавиться. И это долг сына помочь в данном случае матери избавиться от старой одежды и обрести новое тело. Он выполнил свой долг. Поэтому, конечно, у нас это было воспринято очень, так сказать, страшно, неоднозначно, но это его долг. А если нет сына, как адвоката государства предоставят? Нет, племянник, родственник какой-то, мужчина, любой. А почему, еще про детей, про количество жителей, почему вообще их так много стало? У них почему такое, не знаю, небесконтрольная рождаемость, но почему так их много? Ну, во-первых, она всегда была такая, она всегда была большая. Другое дело, что просто, простите, была очень большая младенческая смертность, которая в условиях современной медицины стала сильно падать, и дети стали выживать. В городах сейчас, в городах, сейчас уже значительно меньше количества детей на семью. Дело в том, что в Индии, как ни странно, очень дорогое школьное образование. Есть бесплатные государственные школы, вообще бесплатные, но люди, которые хотят, чтобы их дети сделали какую-то карьеру, туда своих детей не отдают, потому что считается, что после этой школы ты не поступишь ни в какое приличное заведение. Поэтому дорогие, а школы безумно дорогие, безумно частные школы, но там дают хорошее образование. И очень часто, несмотря на большие деньги, родители, как говорится, мало того, что выкладывают последнее, что называется, последнюю рубашку, но еще иногда сидят ночами в машинах или где-то на лавочке, когда открывается запись детей в школу. Поэтому в городах, где люди больше на образование, так сказать, нацелены, там уже не найдешь больших семей. А вот в деревнях, а Индия, это все-таки страна, деревень, вот там все еще сколько Бог дал, столько и... А почему в Индии, наверное, связаны как-то вопросы так много бедных людей? Ну, может быть, это стереотипно и это неправда, но в целом-то есть по мнению. вот это связано, потому что все социальные программы правительства по борьбе с бедностью, они разбиваются о невероятное количество народу. Вы не можете обеспечить всем вот такое количество людей. Так же, как было с ковидом. Ведь Индия достаточно неплохо пережила ковид. Она создала свою вакцину. И поскольку в Индии, в отличие от той же США, есть бесплатная государственная медицина, то там у людей было больше шансов. Пусть они там иногда лежали по 20 человек в палате или вообще во дворе больницы на топчанах, но их, по крайней мере, лечили. Но все равно не хватало ничего. Бедность, да, бедность. Хотя правительство делает очень многие вещи. там есть магазины так называемых справедливых цен. Когда по совершенно номинальным ценам они там могут сколько-то риса купить, сколько-то всего и так далее. Но вот, к сожалению, понимаете, особенно сейчас, когда страна открылась еще в 90-е годы мировому капиталу, и когда рынок западный пошел туда, то очень многие разорились. Бедные, и бедные крестьяне, и бедные ремесленники. Поэтому, да, бедность очень большая. Но, конечно, это обилие народу. Вы сказали про открытость капиталу, международным связям. А какое место сегодня Индия занимает вот в этой мировой, условно говоря, экономике? Где она находится? Чем она? Ну, это третья экономика мира, если считать, да, сейчас по данным. И при этом бедность такая? И при этом бедность. При этом бедность, при этом огромное количество просто бедных, несчастных, нищих людей. Хотя, для многих из них нищество является профессией. Было множество случаев, когда правительство строило для них такие хрущевки, такие дома. Они сдавали эту квартиру, а сами продолжали жить под мостами. Есть и такое. Но, конечно, Индия это серьезный игрок на мировой арене. Мы знаем, что такое индийский софт, программное обеспечение, которое индийцы считаются одним из лучших, так сказать, в мире. Индия крупное промышленное государство. Но вместе с тем, понимаете, в этом-то и специфика Индии. Вы можете приехать в какой-то крупный мегаполис, ходить там среди стекла и бетона этих офисов, айтишных компаний, производств и так далее, и так далее, сесть на автобус, проехать час-другой, оказаться в абсолютно средневековой деревне, а потом свернуть с дорожки, с шоссе и оказаться в первобытном племени, в охотников и собирателей, которые в Индии тоже есть. То есть Индия живет одновременно в нескольких эпохах. Вот меня удивило, когда я был в Индии, это было в Мумбаи, мы заходили в какое-то кафе из разряда Старбакса, да, и там стоял на входе охранник, который вот так вот оценивал людей, и в целом, я так понимаю, ну, нас, наверное, белых условно он бы пустил, но я так понимаю, что каких-то местных ребят он не пускал. А еще меня поразило то, что какие-то бутики дорогущих брендов, да, европейских, а рядом вот эта вот большая пробегающая крыса, да, то есть насколько это все рядом. Ну, это не кого-то, понимаете, что касается пробегающих крыс, то в Индии очень специфическое представление о чистоте. Дело в том, что то, что касается тела человека, оно идеально чистоты. Вот вы можете с любым бомжом обняться, поцеловаться, и никакого запаха не будет. Даже бомжи по утрам и вечерам моются. Вот. В доме, в самом бедном, придите в самый бедный дом, и вы увидите чистоту хорошей операционной. И этот же человек, который содержит себя в идеальной чистоте, мать не пустит мальчишку за стол, если он не принял душ или не помылся из ведра. Причем не везде есть горячая вода, а зимой холодно. И я помню, когда я училась в Дилисском университете, половина моих подруг там ходила с насморками и с кашлями, потому что они совершали утреннее омовение, а горячей воды не было, они не успевали нагреть воду. Этот же самый человек без зазрения совести швырнет любой мусор на улицу. Просто швырнет. А что касается крыс, ну что, им тоже надо жить. Я помню, когда я в нашем общежитии, когда я училась, я зашла там на кухню и увидела бегающих мышей и крыс, я завизжала, естественно, а повар мне сказал, ну и что, ты кушаешь, а не кушают. Вот, поэтому я поняла, что, знаете, был такой замечательный индийский философ, мыслитель с вами Вивикананда. В конце XIX века он совершил путешествие в Европу и в Америку, и когда он вернулся в Индии, его спросили, в чем разница между нами и европейцами? И он сказал, знаете, мы надеваем грязную, драную одежду на чистое тело, а европейцы на грязное, отглаженную и вымытую и выстиранную. Чуть смене вектора и поговорим о буддизме, потому что, наверное, разговор... Вы знаете, не стоит, буддизм возник в Индии, но в Индии сейчас абсолютно нет буддистов. Ну, а он сформировал эту страну? Нет, конечно. Нет, он тоже участвовал в этом, как все, но в Индии абсолютное большинство верующих это индусы, а не буддисты. Буддизм зародился в Индии, по ряду обстоятельств, покинул ее в раннее средневековье и вернулся уже в 20 веке. Но стереотипно, как будто бы он там все время... Нет, конечно. Он сыграл огромную роль, потому что, например, буддисты строили себе молитвенные места в пещерах там или где-то еще, потом даже что-то вроде храмов, и именно у них считается, что индуизм позаимствовал идею храма и так далее. Буддизм, буддистская литература была популярна, она буддистская философия, но буддизм, как религия массовая, она, извините, просто ушла. Она ушла в раннее средневековье, и практически ее очень мало было видно и слышно. Поэтому главная религия в Индии это индуизм. Если еще про религию, вот в Москве можно встретить, да, ходят, как понимаете, граждане Индии и на голове у них, вот как правильно, чтобы не ошибиться, тюрбан. Это сихи. Кто это такие? Это очень интересно. Слово сихи означает ученик. В конце 15 века в Индии возникла новая религия. Она возникла как ересь в индуизме, отрицавшая касты, отрицавшая аскетизм, исповедующая строгое единоборство. Простите, единобожие, очень строгое. В отличие от индуизма с его сотнями тысяч разных богов. В моем представлении это индусские протестанты. Это возникла как вот такая вот средневековая ересь. Постепенно отколовшись от индуизма, вот мужчина не должен стричь волосы, он их всю жизнь растит, закручивает в пучок и надевает наверх тюрбан. А насколько их много в Индии сегодня? Ну, в Индии много, я думаю, процентов 5, наверное, населения. Но сихи, они, так сказать, полноправные граждане, они очень воинственные, их много в армии, традиционно, в полиции, среди инженеров, антишников, кстати. Вот. Это очень дисциплинированные люди. Вот интересно, значит, когда вы приезжаете в любой индусский храм или в любую мечеть, вас встречают толпы нищих. Вы, наверное, это сами видели. Ситхизм считает просить милостыню страшным грехом. И тот, кто подает такому нищему, он помогает ему совершить грех. То есть ты должен работать. Ты должен заработать. Видите, вот такая протестантская этика. Если ты не можешь, если ты болен, если ты ребенок, сирота, ты имеешь право опереться на помощь общины. В каждом сихском молитвенном доме есть ящики для сбора пожертвований, и каждый сих обязан в пользу общины какую-то часть своего дохода отдавать. Он может отдавать либо деньгами, либо трудиться. Например, во многих сихских храмах они называются гурудвара, буквально дверь, гуру, двара и дверь. Вот посмотрите, как интересно. Значит, есть медицинские кабинеты, где в свободное время работают врачи, сики. Это вот их участие в деле общины. он может не деньги платить, а своим трудом, где они померяют давление, помогут кому, кто почувствовал себя плохо, дадут консультацию и так далее. Абсолютно, естественно, бесплатно. И не спрашивая какой-то религии. Каждые два или три раза в день из ворот гурудвара выносят огромные чаны с рисом, овощами, лепешками и разной такой простой едой и кормят всех нуждающихся. Можете просто прийти и поесть. Никто не спросит вас о вашей религии. Про еду вы заговорили. Такая тоже стереотипная вещь, что Индия это карри и ничего кроме карри. Во-первых, в Индии это десятки, если не сотни различных кухонных традиций, абсолютно разных. Разная кухня, разных провинций, разных... Есть вот очень интересный такой феномен, так называемая могольская кухня. Дело в том, что великие моголы, пришедшие в Индию, завоевавшие ее, были выходцами из Средней Азии. Сверганы, в частности, основатель империи Бабур, он был из Сверганы. И поскольку им нужно было как-то... Они, естественно, принесли с собой среднеазиатскую пищу, которую мы все хорошо знаем, лепешки, шашлыки, пловы там и прочее, прочее. Но им же нужно было общаться с местным населением и с местной аристократией, среди которых было много вегетарианцев. Так родилась могольская кухня. У среднеазиатской еды в Индии появились братья-близнецы вегетарианские. Вот, например, с точки зрения узбека овощной плов это бессмыслица. А в Индии вегетарианский плов вы найдете в любом заведении. И таких кухонь в Индии безумное количество. Какой там карри. Острота тоже чем южнее, тем острее. Наша пища кажется индийцам пресной. Потому что и пресной безвкусной. Потому что они считают, что без специй еда это не еда. Просто не еда. Поэтому они любят острое, но в разных районах и это в общем есть разные степени остроты. Ну и зависит, конечно, от вкуса семьи. вегетарианцев в стране очень много. Вы в любом кафе найдете, в любом ресторане вы найдете в меню вегетарианское и невегетарианское. И очень много чисто вегетарианских ресторанов. Вот чисто вегетарианских. Про вегетарианство я не могу не спросить, вы об этом обмолвились немного. Это такая опять же очень стереотипная вещь. Корова, да? Священное животное. Священное. Как так получилось? Что значит священное? Что говядину там вообще не едят? Нет. Едят буйволятину, хотя вам могут сказать, что это биф, но это 90% буйволятин. Это другой вид даже животного. Ну, конечно, другой вид. Корова, индийцы говорят, корова это мать. Ну, а бык отец хорошо. Отца я тоже резать не буду, но с него-то какой толк? Ну, да, но все равно коровы это священное животное. Во многих штатах, а это относится к прерогативе законов штата, бойня за бой коров вообще запрещен. А как это сформировалось? Гришна мать, а как пришли к тому, что корова мать? Дело в том, что у ариев корова была главным животным и главным богатством. Когда вы читаете веды, особенно регведу, там полно гимнов о том, как надо сохранить наших коров, а чтобы наших врагов все коровы сдохли. Потому что на ней пахали, почему она... Нет, не пахали, потому что она молоко давала. Более того, сравнение женщины с коровой, ну, в нашу, корову, у нас это... Не очень приятно. А в Индии это было и до сих пор, особенно если она там имеет много детей, ее сравнивали с коровой. Кстати, сравнивали и со слонихой. Представляете сказать женщине нашей, что она слониха? Ну, тоже не сказать, что приятнее, чем корова. Так получишь просто по физиономии. А в Индии, потому что видим разное, мы видим в слонихе тяжесть, вес, да, неуклюжесть, а индийцы видят плавный ход такой вот, покачь. Поэтому сравнить красавицу со слонихой вполне считалось себе нормальным. Вот да, плавно, потому что слоны и особенно слонихи, почему вот традиционно цари ездили на слонах, а царицы на слонихах, потому что у них очень такой плавный, покачивающийся, красивый такой вот ход. Здесь дело не в толщине и не в больших ногах, а именно вот в этом. И поэтому вот сравнивали. А женщину сравнить с коровой, это нормально, это мать, корова-богиня, это божественное существо. Простите, что скачем по темам, просто во многом вас хочется спросить. Если говорить про культуру, то сегодня все в первую очередь, мне кажется, представляют это индийское кино, вот с танцами, Болливуд. Раньше, сейчас уже это не соблюдается, в кино должно было быть, в фильме должно было быть семь танцев и семь песен. Причем песни становятся популярными еще до того, как выходит фильм на экраны, потому что, если это хорошая, интересная, такая приятная песня, их запускают, продают там, раньше кассеты, пластинки, но сейчас уже все другое. И люди знают и подпевают эти песни, когда они уже фильм непосредственно выходит на экраны. Потому что люди идут отдыхать, людей мало волнует соответствие реальной жизни. Их волнует красота, любовь, чтобы вот было поплакать. Мужики рыдают иногда просто, вот как когда там что-то такое происходит. Вот калькутское кино с такими крупными режиссерами, как Маринал Сенс это вот такое ближе к европейскому, где без танцев, без песен, где серьезные социальные проблемы. Его датировало государство, но на него мало ходил зритель. Ну у нас тоже на артхаус люди особо не ходят. Да. А здесь драки, погони, любовь. Не могу не спросить про драки. Вы же наверняка видели в интернете эти вырезки, когда какой-нибудь полицейский в фильме индийском подбрасывает автомобиль. Ну это какая-то крутит сальто, стреляет по... Ну насчет автомобиля, да. Сальто крутит обязательно. У меня, мне доводилось задавать моим индийским друзьям вопросы. А скажите, пожалуйста, в Индии отменены законы гравитации? Они начинали хохотать. То есть, ну вообще, интеллигенция серьезно к этому не относится. То есть это стёб, и они это понимают? Нет, это не стёб. Они просто считают, что это вот для публики. Герой должен быть... На потреб толпе. Да. Понимаете, вот в нашем европейском, в российском, в советском кино вы можете увидеть героя, может быть, некрасивого, не... ну такого, не крутого, но вместе с ним очень сильного и храброго. Вот этот контраст, он иногда бывает, ну грубо говоря, как у Толстого, капитан Тушин, да, совсем не воинственный. Здесь так нельзя. Очень много стало компьютерной графики. Особенно, когда они снимают исторические фильмы, они любят снимать исторические фильмы. Поэтому старая, добрая мелодрама, где бедная девушка, богатый юноша, там или наоборот, родители против, они там совершают тысячи подвигов во имя любви и всё в таком духе, уходит. Тоже, наверное, я должен спросить, потому что по разговорах про Индию про это все интересуются. Камасутра, да, трактат о чувственной любви, вот был созданный в Индии, и это, так понимаю, для них больше философский какой-то труд. Вот в чём его философия, или я ошибаюсь? Нет, тут надо с другого начать. Вообще, про Камасутру и её множество вариантов средние века даже существует такая идея, что автор Камасутры Васяйна вообще был монахом. И это его эротические фантазии. А, вот как. Есть такая теория, я никогда это специально не изучала. Но мне кажется, что здесь надо понять одну интересную вещь. В Индии индийская философия, вот индусская, да, считает, что Кама, то есть любовное наслаждение, это закон, одна из законных целей человеческого существования. То есть это не стыдно. То есть они открыто про это говорят? Они не просто открыто говорят. Это не стыдно. Это законная часть. наряду с мокшей, освобождением артхой, получением богатства, благополучия. Это одна из целей человеческой жизни. И если это происходит правильно, в определенном, так сказать, виде, и с соответствующими кастовыми правилами, то это нормально. Вот вы знаете, в Индии много храмов Кришны, а Кришна как раз это бог, который был известен своими любовными похождениями. И когда европейцы приходили в эти храмы, если еще бедняга несчастный имел несчастье знать язык, там исполнялись гимны Кришни, в которой рассказывались его любовные игры с его многочисленными возлюбленными. То есть эти господа, английские джентльмены, просто падали в обморок. Там было очень эротически, очень, так сказать, если вы попадете в храм Каджураха, знаменитый комплекс Центральной Индии, там это целый любовный роман в камне. Там есть войны, сражения, охота и иллюстрации Камасутри. Как будто бы с этим связано, то, что их так много на свете. Ну, я не думаю, но на самом деле, причем, понимаете, то есть, грубо говоря, в отличие от авраамических религий, особенно от христианства, это не плотский грех, это нормально. люди это могут и должны делать. Вот в этом нет ничего плотского, ничего греховного. Поэтому Камасутра это, в общем, нормальная часть. Хотя известно, что, видимо, действительно были эротические фантазии, никто не читает это перед тем, как заняться любовью, никто не использует это в качестве конспекта, но это просто часть культуры, на которую так же и смотрит. Но это же не изучают, условно говоря, школьники или студенты. Нет, это, конечно, ну, понимаете, школьники, конечно, не изучают, а студенты, они не изучают, но они это все читают. Потому что в любом магазине вы можете найти, да еще с иллюстрациями, поэтому, пожалуйста, читайте на здоровье. То есть, это не плотский, это не то, что в христианстве называется плотский грех, когда даже супруги в определенных случаях должны были исповедоваться священнику и, так сказать, просить прощения за то, согрешили. Даже законный муж и жена. А уж тут, кстати, вот в тех же храмах Каджираха, я, когда там была, мне очень посмешило, как американские туристы друг к другу лезли на плечи и в бинокль все рассматривали. Понимаете, вот представьте себе стена храма где-то с 7-8 этажный дом высотой. И вот все эти фигурки, скульптуры, они сливаются в кружево. Понимаете, это вот гениальный человек создавал этот храм. Это есть, но это так не видно. А эти дурачки, они же приехали посмотреть на клубничку, они лезли друг другу на плечи и в бинокль все это разглядывали и пытались сфотографировать. Слушайте, спасибо вам огромное, что рассказали. Я думаю, что даже наполовину вопросов, которые были у меня, один эфир не позволяет ответить. быть может встретимся еще. Пожалуйста. очень интересно, любопытно. Спасибо еще раз. Спасибо вам.